Всем привет дорогие друзья, с вами Коксель Джокоплей и сегодня мы в этом видео будем строить маленький домик для нашего Юджина из династии Абрамсан. Многие писали в комментариях, почему я не выложил строительство этого дома в летсплей, потому что я его записал отдельно и решил отдельным роликом опубликовать, так как мне кажется это будет правильно, тем более я могу с вами подискутировать, поговорить. Вот это видео выходит, как вы просили, я его выпускаю. Сейчас вы можете заметить, как я сделаю стены, потом делаю облицовку. У меня в планах был уже дом, поэтому я и рассчитывал сумму от 5 до 6 тысяч миллионов, так как я вне серии, на другом вообще участке пытался что-то построить на эту сумму. И вот этот домик, который я пытался строить, да это он, только я немножечко его увеличил, то есть получается стена где вот выходит на сад, наш садик весь, или как его разместил, это просто ужас, потому что мне не хватило все равно места. Деревьев реально очень много, и я пытался их пихать, но все-таки как-то компактно их впихнул, пихнул то, что не впихуемое, как говорится, и получилось довольно-таки интересно. Получается эта стена у нас получилась больше, там на одну клетку, и как раз у нас спальня как-то обширней выглядит, нежели она была вообще такая маленькая, компактная, то есть она была с кухней одного размера, но я сделал так, чтобы она была чуть побольше. К тому же, получается, тот угол, который пустой, он мне нужен для того, чтобы туда положить постилку для нашего питомца, то бишь для нашей собаки, да, у нас есть собака, ее зовут Бакстер, кому интересно. Ну, я подробнее, конечно же, скажу в летсплее уже в следующей серии, она выйдет уже, думаю, завтра. Сейчас я занимаюсь тем, что я вот, видите, все, грязью, 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 короче, занимаюсь. Блин, это такой домик какой-то, знаете, он вроде уютный, но в то же время какой-то небрежный, и мне хотелось, чтобы, знаете, было больше, больше всякой грязи, больше непонятного, короче, вот этого всего ландшафта, поэтому я, естественно, очень много раз скидывал грязи и вот этих вот камней, чтобы, ну, как-то, знаете... Ну, я не люблю, когда просто обычно все зеленое, но это как-то очень странно смотрится. Вот, сейчас я ставлю двери, вот эти двери офигенные просто. Каталог этот мне понадобился, реально, этот каталог День Стирки, он сюда зашел просто идеально, особенно эти двери, так как у нас дом, я бы не сказал, что прям шикарный, там, модерн, все дела. Он такой, знаете, деревенский домик получился, но в то же время немножечко современности в нем есть, ну, куда же без этого, потому что вся мебель у нас идет в современном стиле, хоть даже дешевая, и поэтому без современности здесь, к сожалению, никак. Но эти двери просто идеально подошли, как и окна из заполнения кошки и собаки. Боялся, что мне не хватит денег на кухню, боялся, что мне вообще не хватит денег, но мне всего хватило. Мне хватило и поставить на кухню шкафчики, поставить стол, стулья, а также купить холодильник и плиту. Это самое главное, ну, плита ужасная, так как он готовит и все плохого качества, он это есть не может, но, блин, хотя бы мы это поставили. И это самое главное, также сделали ему нормальную кровать, а то та кровать, которая у нас была до этого, она, ну, конечно, прикольная, но вот для улицы она прикольная, но не для дома. И решил, сначала я поставил, как вы можете заметить, душевую кабину, но потом все-таки решил от нее отказаться, так как нужна была ванна, еще для катсцены мне нужна была ванна. Я это планировал, скажу вам по секрету, давно, поэтому мне нужен был дом, чтобы собаку везти сюда, чтобы была вся красивая катсенка, но это же я. Я вам говорил миллион раз, что я перфекционист, я люблю все делать идеально и красиво, я, конечно, не уверен, что катсена получилась идеальной, но, как смог. Так и выложил. Я читал ваши комментарии, вам понравилось, и я доволен, честно. Вот, я поставил сейчас стулья, о которых я вам говорил, и также тут, видите, вот сейчас двигаю как раз ванну, и вот сейчас буду ставить ванную, вот. Ну, как ванную, туалет и раковину. И теперь прихожу к спальне. Сначала, получается, была просто стена, как вы можете заметить, но потом в дальнейшем я все-таки решил огородить спальню, стенкой еще одной, чтобы поставить... Вот, вот, как раз вы видите это. Чтобы поставить, да, получается, стол, ну как, стол, тумбочку, и на тумбочку поставить телевизор. И дверь была посередине сначала, но потом я ее передвинул из-за того, что диван. Положение, конечно, здесь комната странное, потому что, ну, блин, получается, сразу дверь и сразу гостиная. Ну, это как-то, ну, не смотрится, что ли. Это эти ковры, самый дешевый, я взял ковер и поставил его, просто увеличил. И знаете, текстурка не такая уж и плохая. Я думал, там вообще поплывет текстура. Да нет, смотрится довольно-таки неплохо. Я такой думаю, ха, разработчики, спасибо, что вы дали нам шанс увеличивать предметы. Реально помогает тут, серьезно. Сим-стрит этого не хватало. Сейчас можно и уменьшить предмет, если вот тебе не нравится, и увеличить его. И это реально очень круто. Еще я вам как бы летсплей уже говорил, но я сейчас еще раз повторюсь. Просто божественно то, что разработчики нам все-таки взяли, разделили ту композицию из трех цветов, из игрового набора, приключения в джунглях. Так как этот цветок просто идеально стал в тот угол и смотрится просто шикарно. Воспользуюсь моментом и отвечу на пару вопросов, которые вы задаете всегда в комментариях. Продолжу я играть с семейкой Райт в других дополнениях? Конечно же, продолжу. Куда она вообще денется? Она всегда будет с нами, всегда будет продолжение. Если я решил заниматься династией, то это не значит, что я запрошу семью Райт. Мы будем также продвигаться и смотреть с этой семейкой новые дополнения и игровые наборы. Надеюсь, они будут интересны. Sims 2 будет? Конечно же, будет. Куда тоже он денется? Блин, это тоже моя любимая семейка. Я тоже люблю ей играть. Просто пока что я хочу углубиться немножко в династию. Мне эта тема интересна. Из-за этого сейчас чаще выходит именно этот летсплей. Поэтому не принимайте все близко к сердцу. Будут из серии по всему, все, что возможно. Так что нужно просто немножко подождать. Это самое главное. Ну, я вот тут, смотрите, доделываю наш газон, наш ландшафт. Вроде получилось неплохо, но как-то смотрится странно. Я все равно больше грязюшки, больше камней. Вот это вот все там кручу, верчу, запутать хочу. Еще по близости раскидал немножко грязи, чтобы смотрелось, знаете, как-то гармонично. А то, если кусок просто оставить, то он смотрится странно. Ну, ладно, смотрите, что у меня получилось. А я буду с вами прощаться. Всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, вступайте в группу ВКонтакте. А с вами был Катя Джекоплей. Всем огромное спасибо за просмотр. Всем пока. Увидимся в летсплее. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok